Крыши текут, ветхое жилье разваливается, придомовые территории завалены мусором. Ответственные лица исполняют свои обязанности, не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Нет хозяина в доме. Так жильцы дома по адресу Малахова, 89, отзываются о председателе, обслуживающем многоэтажку организации. Дом постепенно приходит, вот за последние три года, постепенно приходит прям в какое-то старческое состояние. Мусорное поле в центре города уже не первый год возмущает жителей домов. Очень недовольна управляющая компания, потому что она практически никаких усилений не принимает для наведения порядка в центре города. Это стыдно. Администрация за домом постоянно ездит губернатор и никакой реакции нет. Большой конфликт развернулся вокруг теремка. Так называется ТСЖ многоэтажки по адресу Малахова, 89. Собственники дома уже не первый год хотят сменить руководителя, однако он настойчиво не уступает свой пост. Ситуация накалилась до такой степени, что на последнее собрание жильцов собралось больше сотни человек. Уже больше года у нас идут суды, продолжаются. То есть пытаемся отстранить нашего председателя и заняться домом, потому что он уже в плачевном состоянии. Претензии к состоянию дома 89 на Малахова к председателю ТСЖ поступают от жильцов регулярно. По словам собственников, дом 2006 года постройки постепенно приходит в негодность. Это и внутри подъездов, это обрушаются внутри подъезда швы, вываливаются, это и плитка, это и стены, это и грязь, именно вот наверху, которая требует ремонта. Мелким ремонтом помещений жильцы занимаются сами, но для решения более сложных проблем требуются специалисты. Подоконники были, ну страшно, обыкновенная шпаклевка облезли, сами пришли и с мужем положили плиточку. За три года ничего не сделано. Очень много проблем у нас, с десятого этажа кирпичи падают, вот уже три года. В доме совершенно нет хозяина, говорят люди. Вести диалог с действующим председателем крайне сложно. Ты не имеешь права. Так, руки убирал, руки убрал. Так, смотри. Вова, Вова, снимай, снимай, Вова. Сейчас сломает, смотри, 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 трещины пошли по монитору. По словам жильцов, председатель, преследуя личную выгоду, действует незаконно. Так, в марте 22-го года он предоставил в инспекцию ЖКХ арестер участников ТСЖ в одном количестве, а спустя полгода в гораздо меньшем. В составе ТСЖ было 305 человек. 305 человек. На сегодняшний день всего осталось 5. Соответственно, он пытается закрыть наше ТСЖ родное, доброе. Но с этим люди не согласны. Они не хотят ликвидации ТСЖ, поэтому решили провести собрание. На нем собралось больше сотни человек. И от большинства звучало – бюллетени не видели, не голосовали и из состава ТСЖ не выходили. Мы проголосовали за изменение членов правления, за изменение председателя, но Дорцвейлер решил оспорить. И это собрание указав о том, что у нас 5 членов ТСЖ. Сам Александр Дорцвейлер, председатель обслуживающей организации, от официального комментария отказался. Но в устном диалоге по телефону пояснил – все его действия законны. Более того, он подал два судебных иска о признании недействительным результатов собрания собственников жилья. Иск не удовлетворили и последовала апелляция. И о защите чести и достоинства. А на замечание о том, что жильцы хотят видеть другого руководителя обслуживающей организации, Александр ответил следующее – ТСЖ уже ликвидировано. К слову, учредителям УК «Алтайский теремок» в каталоге управляющих компаний значится именно Александр Дорцвейлер. Жильцы говорят, в управляйку никто переходить не хотел и заявляют – подписи были получены нечестным путем. Мы, собственно, собираем здесь сейчас шатер, чтобы поставить стол, выбирать подписи с людей. Оповещали ли их о проведении собраний, инициированных, как сказать, руководством ТСЖ нашего. Не оповещали. Бюллетни периодически подделываются. Доказать подлинность бюллетня очень сложно. Единственный вариант, как это сделать – это физическое присутствие, снятое на видео, на фотофиксацию. Фото и видеоматериалы люди хотят предъявить на очередном заседании. Они надеются, суд примет их во внимание, встанет на сторону жильцов, и они будут иметь уже законные основания сменить, наконец, руководителя обслуживающей организации. Но последние намерены дальше отстаивать свою правду – оставаться председателем. Конфликт вокруг теремка нарастает. Мы будем следить за развитием ситуации. Добавим, следующее заседание суда пройдет 10 мая. Мусор на придомовой территории для жильцов этой пятиэтажки – дело привычное. Добиться чистоты от управляющей компании практически невозможно, говорят они. И да, это центр города после общегородского субботника. С фасадной части стороны, где дорога идет на правительство Алтайского края, там чистота. А вот во дворе такая помойка. Жильцы нескольких домов в центре города борются с мусором с прошлого года. Обращался к управляющему, скидывал фотографии. Ну, на что мне сказали – нет дворника. Мы платим, так самое интересное, не знаю, куда выходят наши деньги. Жильцы соседнего дома, пытаясь поддержать чистоту, нанимают разовых дворников. Однако переживают, что и у них могут завестись грызуны. У меня окна выходят на эту, можно сказать, парашу, которая постоянно, если ветер, все летит во двор. Двор мы благоустроили, огородили, как бы ухаживаем, чистота и порядок. Но невозможно от того, что все идут люди, магазины, жильцы и все бросают сюда. Управляющая компания не реагирует. Сколько мы обращались – уберите, субботник был, народ выходил из соседних домов с этих. С управляющей компанией ни одного человека не было. Представитель управляющей компании утверждает, работы начали вести с внешней стороны дома. Наши сотрудники выходили на субботник. Там, поймите, там центр хотя бы и города, да, но там такой свинарник. Поэтому выгребать нам еще и выгребать, скажем так. Мы неделю там уже работаем, еще будем продолжать работать. Там еще все-все завалено. По словам самих жителей, одна из причин свалки – необорудованная мусорная площадка. Отходов в баках много, они не всегда вовремя вывозятся и постоянно разлетаются от ветра. У нас вот мусорную площадку обслуживают сразу 4 или 5 управляющих компаний. У двух нянях – дитя без глаз, а у них тем более. Значит, они посменно одни нормально убирают, другие потом засирают, третий из предыдущих убирает. Тут должна быть площадка для мусора в соответствии с требованиями техническими поставлена. То есть на твердом покрытии, огорожено. Периодически убираем мусор сами, говорит Виктор Блинов. Но этого хватает на несколько дней. Мы сегодня, кстати, зачищаем там контейнерную, пытаемся сдать ее. Потому что люди же несутся с их сторон, делают что хотят, рубят там, кидают. Вообще-то это больше даже не к нам, а больше к нашим людям, к жителям нашим, которые заходят за угол и кидают там все, что угодно. Там стыдно сказать, что находим. По словам главного инженера, в мае планируют добавить новенький контейнер. Однако других улучшений жителям домов ждать не стоит. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был Коммунальный патруль. До встречи. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...